Привет, девчонки! Это с вами я, ваша Оксана Хорошая. Я очень давно не выходила на запись своих видео, очень давно не снимала, прям даже как-то непривычно, потому что пробовала ходить в прямой эфир. У меня частично получилось, видео куда зря получилось, не полностью. Не знаю, буду еще учиться, конечно, вещь-то классная, прямой эфир, но что-то технически пока у меня не сильно это выходит. Что касается новостей последних, и расскажу, что я впервые посетила косметолога в этом месяце. За последние, наверное, лет 10, потому что в последний раз я посещала косметолога, когда были еще подростковые какие-то проблемы с кожей. Я посетила косметолога на очистку лица, мне сделали, не как раньше, сейчас уже советую всем, эта процедура очень усовершенствовалась. Раньше распаривали паром, нужно было лежать долго, и кожа распарилась. Сейчас наносят какой-то специальный там скраб или пилинг, как правильно называется, заворачивают тебя в пленку, ты лежишь, распариваешься, и единственное, не нужно открывать глаза, иначе там как мелкий песок может попасть в глаза. Поэтому лежим, кайфуем 20 минут, и потом начинает ложкой выдавливать все там с лица. Конечно, вид у меня был после этой процедуры, мягко говоря, не очень. Мой сын увидел меня и сказал, мам, это что? И тут, и тут, и тут, короче, все было в красных пятнах. Но не так страшно, как я думала на первый день. Потом прошло 3 дня, практически сейчас ничего не видно, но это я еще чуть-чуть тонаком замазала. А так кожа стала, конечно, намного белее, подтянутей, и более гладкая такая, и тональный крем, естественно, ложится на нее как-то более ровно и красиво. Но после космической процедуры этой чистки лица, даже если вы дома делаете, обязательно нужно соблюдать некоторые условия. Это, во-первых, 2 раза в день умываться очень щадящим средством. Никаких скрабов, пилингов, никакой сауны после чистки лица нельзя. В ближайшие даже, по-моему, 2 недели. Также после чистки лица запрет на декоративную косметику именно на коже. Это пудры, тональники, румяны и так далее. То есть, никакую декоративную косметику 3 дня вообще наносить на кожу нельзя. Конечно, в первый день, когда я пришла на работу, мне кажется, все-таки на меня как-то не очень... Мне подозрительно смотрели, потому что реально как будто меня покусали пчелы, но... или комары какие-то, не знаю, но все в красных пятнах было. А потом на второй день уже заметно все стало белее, а на третий практически вообще ничего не заметно. И нужно протирать кожу 2 раза в день средством хлоргексидином обычным в аптеке покупать. И вместо лосьона им использоваться на латный диск и протереть. И также после этого хлоргексидина мне посоветовал косметолог. Обязательно, пожалуй, мне прислала с сайта ссылочку на вот этот крем. Крем Skin Active. Если не знаете, я почитала, прям вообще так классно все написано, что состав тут очень такой хороший, гиуроновая кислота, пантенол, и он питает, восстанавливает и увлажняет. И даже написано, что после косметических процедур пилинги, скрабирования всякие и чистка лица использовать этот крем. Skin Active я купила в аптеке, цена вполне доступная, 230 рублей. И, кстати, я спросила у косметолога по поводу масок с гиуроновой кислотой. Ну, те, которые вот я покупаю обычно в магните. Он говорит, полная ерунда, не тратить денег, никакой гиуроновой кислоты там нет. Настоящая гиуроновая кислота может быть только в ампулах, да, или в, ну, какие-то, может быть, супердорогих кремах. И в ампулах именно для инъекций в лицо, да. И она мне предложила регенерацию, как-то так это называется, инъекции, чтобы кожа подтянулась, выровнялись полностью различные рубцы, просто окне, синяки, мелкие морщинки, еще как брыля. Не знаю, что это значит, но, короче, какие-то складки там. И я пока думаю, потому что один укол стоит 5000 рублей, и нужно сделать минимум 4 укола раз в месяц, по-моему, делается, и потом, или раз в 2 недели. И потом на полгода эффект, и раз в полгода можно делать 1-2 укола, чтобы поддерживать эффект супер-упер. Можно даже не пользоваться инальным кремом. Но я, честно, пока еще изучаю эту тему, как-то, ну, честно говоря, побаиваюсь эти уколы. Но вообще заманчиво. Заманчиво, как она рассказывала. И судя по тому, как вот мне направила чистку, мне очень понравилось. Ну, я лежа на этой чистке, и узнала, что такое био-татуаж бровей. Это такая специальная хна, которая красит брови. Я не удержалась и тоже говорю, давай мне красить тоже брови. Супер понравился этот эффект. Не знаю, сколько продержится. Сейчас 4 дня прошло с момента окрашивания. Во-первых, она очень хорошо подобрала мне цвет, на мой взгляд. Не знаю, как камера передает, но цвет ярче, чем мой натуральный, но очень к нему близкий. И они не выглядят, как чужеродное инородное тело. В принципе, я таким же цветом, тенями, закрашивала свои проплешины в бровях, потому что мы все с вами, как известная история, которые выщипывали брови. И теперь на этом месте, где нужно, они не растут. И как-то совсем мне не нравилась форма. Она мне все поправила, покрасила. Единственное, первый день, возможно, было как-то видно, что это брови накрашены. А вот последующие абсолютно не видно. Кажется, что это у меня такие естественные, густые брови, полностью заполненные. И они не выглядят, знаете, когда кожу как покрасили, а и выглядят именно, что это волоски. То есть это какая-то теневая растушевка, которая вот таким образом теперь на моих бровях. Но держится максимум, она сказала, что около месяца. И опять же, за ними нужен специальный уход. Первый день не мочить абсолютно водой, чтобы пигментация еще лучше там впиталась. Также она сначала мне сделала скрабирование бровей. И она сказала, что это может стимулировать даже рост новых луковиц на том месте, где не росли брови. То есть, ну, какой-то период когда-то росли, потом щипали-щипали и замедлился. И теперь может возобновиться рост на этом месте. Вот такие косметические процедуры я сделала. И брови теперь нужно, чем меньше ты их будешь мочить водой с различными косметическими средствами, чем меньше их будешь расчесывать и всякими тушами, и расчесочками, тем они дольше будут держаться. Поэтому я их практически не трогала. Встала утром, такая красота удобная. Вот еще никак не решусь нарастить ресницы, чтобы вообще встала и все готово. Все наращивала, все накрасила. То есть, умылась и пошла. Еще сегодня мне раскрутила все-таки моя знакомая на крем Марифлэм. Я попробовала, прям советую. Супер. Я брала недавно крем Макс Фактор. Ну, как недавно, месяца 3-4 назад, сколько там тонаков у меня. Но, честно скажу, как-то не в восторге. То ли раньше мне казалось, что это был крутой крем, сейчас какими-то катышками и все равно забивает сильно поры, и потом жирный блеск все равно проявляет себя. Поэтому советую новинка от Арифлэм. Мне не нравятся другие у них тоналки Джордани тем, что их только можно на зиму использовать. Они больше увлажняющий такой эффект. А вот эту тоналку я планирую использовать весной. Правда, здесь SPF 12. Еще забыла, что после чистки лица обязательно в порядке нужно купить любое молочко или крем с топ-загар или против-загара с SPF не меньше 50. И вообще весной пользоваться вот этим молочком прям поверх дневного крема или даже тоналки можно, мне кажется, потому что текстура такая, что нужна защита от солнца. Потому что кожа очень поврежденная, считается, после чистки. И действительно я вышла на солнце. Не знаю, может это такой самообман, но правда у меня только был вот этот скин-актив, больше никакого на лице не было крема. У меня такое ощущение было, что кожа печется. Я быстрее пошла в аптеку, купила это молочко, потому что два дня как-то не удавалось мне. И она мазюкалась и стала действительно комфортной. И начала я мазать даже с SPF руки. Это тоже защищает от солнца, естественно уменьшает пигментацию и любой риск, потому что солнышко очень агрессивное сейчас. Ну и вот такой Джордани крем. Значит он чудной такой. Он в виде пипетки. И я им воспользовалась. И все, я не смогла с ним расстаться. Правда, ну он не очень, скажем так, совсем бюджетный. Стоит по акции 500 рублей, а так в каталоге был 600 с чем-то. Но супер, такая легкая текстура. Я просто наносила, ну волшебство волшебное, честное слово. Так что я очень довольна им. И также купила черный фломастер Арифе. Вот нарисовала днем еще черточку себе. И так оно мне не смывается. И решила на глаза тоже нанести себе стрелочки. Черный этот фломастер у меня уже тоже много раз был, только коричневого цвета. Теперь решила нарисовать черные стрелки. Так что познавательное видео, что делать со своим лицом весной, у меня сегодня было. Конечно же, скрабирование и скрабы сильно не увлекайтесь. Особенно такие, знаете, не щадящие пилинги вообще не рекомендую. Так что приходите к косметологу. Я думаю, вы будете в восторге и каждый решит свои проблемы. Потому что современная косметология шагнула очень далеко. Я прям была поражена, удивлена, что все так быстро меняется и такие новые технологии входят в нашу жизнь в сфере нашей красоты лица. Так что всем хорошего настроения. Спасибо, что были со мной. Я вас всех люблю, целую. И помните, что все будет хорошо. С вами была я, ваша Оксана Хорошая. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok